Мистическая пьеса по повести Антония Погорельского «Лефортовская маковница» стала третьим спектаклем, который поставил гродненский режиссер Олег Жукжда на сцене Рязанского театра «Кукол». Хотя премьера состоится только 3 февраля, журналистам удалось посмотреть небольшой отрывок из этой постановки и пообщаться с режиссером. Как нам рассказал Олег Жукжда, для этого спектакля была выбрана популярная сейчас форма «Теллинг-стори». Уже привычно на сцене находятся и актеры, и куклы, которые сами рассказывают удивительную историю с налетом мистики. Для этой постановки были созданы необычные шарнирные куклы, которых можно зафиксировать в определенном положении. Но при создании особой фантастической атмосферы решили обойтись без театральных чудес и бутафории. Исключительно за счет того, насколько актеры смогут создать вот эту атмосферу. Ну, огромная, конечно, заслуга. Это, понятно, музыка, это 50% спектакля. Которую написала Альбина Шестакова. Как говорит сам режиссер, определить жанр этой постановки достаточно сложно. Поэтому вместе с директором и художественным руководителем Рязанского театра «Кукол» было решено представить спектакль в качестве истории о том, как разбогатеть и удачно выйти замуж. Ну, а целевая аудитория этой постановки – подростки и их родители. Работа над спектаклем пока еще не закончена, но нас заинтриговала грядущая премьера. А уже на этих выходных рязанцы смогут посмотреть комедийную постановку «Клинический случай» по пьесе Рея Куни в Рязанском театре драмы. Уже с первых минут спектакль поражает зрителей своей невероятной динамичностью, комичностью героев и тех ситуаций, в которые они попадают. Постановка «Клинический случай» стала третьей работой актера театра, заслуженного артиста России Олега Печурина в качестве режиссера. По его словам, несмотря на то, что рассчитана эта пьеса на массового зрителя, здесь есть над чем задуматься. Но эта пьеса мне понравилась еще и тем, что в ней есть такой хороший месседж, как говорят, посыл для зрителей о том, что кроме денег, кроме положения, кроме карьеры существуют непрерходящие вещи – любовь, человеческие отношения и семейные отношения. Премьера этого спектакля намечена на 27 января, так что не пропустите возможности провести холодный зимний вечер в теплой и веселой компании актеров этой новой искрометной постановки.